Сейчас я вам зачитаю статью еще одного здравомыслящего человека, на мой взгляд, она дополняет мой предыдущий ролик. Под ним в комментариях некоторые чудаки даже попытались сравнить меня с известным персонажем, ну, есть такой ютюб-дурачок-дебильник. Во-первых, господа, этот персонаж, даже если он вам показывает какие-то графики, зачитывает какие-то тексты с каких-то страниц и пытается что-то там типа анализировать в кавычках, вы должны знать о дебильнике одну основную вещь. За всеми этими благостными рассуждениями в голове этого 30-летнего молодого человека крутится следующая мулька. Все, что вы наблюдаете в своей жизни, все, что происходит вокруг вас, это не настоящее. Все это наемные актеры. За всем этим стоят режиссеры, операторы, какие-то таинственные студии, кто снимает вам все это кино. Зачем они это делают, спросите вы, естественно, как и я и как все остальные. А дело в том, что на нашей земле, по его версии и версии форума 9.1.1, интересы которого он обслуживает на ютюб, с землю захватили нелюди. Ну, нелюди, если хотите, я о них сделаю отдельный ролик. Есть у него такой дружок-горожанин, Егор Седых, кажется, который уже кучу статей написал на эту тему. Человек, конечно, глубоко больной, но других на форуме 9.1 нет. Так вот, нелюди – это, ну, наверное, как по версии Дэвида Айка Анунаки. Понимаете, вот американский Дэвид Айк, он разделил человечество на людей и на рептилоидов, а русский Дэвид Айк, даже не сам-горожанин, а всего лишь его правая нога, присутствующая на ютюб, разделили человечество на людей и тварей. Так вот, сейчас, по представлениям Будильника, происходит борьба людей и нелюдей. Например, падение самолетов – это жертвоприношение для тварей. Они питаются трупами, страхом, человеческой кровью, да и много еще чем. В общем, детали спросите у дебильника. Вы понимаете, что этого человека так назвали не случайно, то, что он говорит в нормальной здоровой голове, не помещается. То, что он не говорит вам каждый день о тварях, нелюдях и цехе, ну, это просто потому, что боится растерять своих слушателей. Канал – это единственное, ради чего живет этот человек. У него нет ни профессии, ни семьи, ни друзей, ни заработка. В общем, там все очень и очень плохо. Так вот, то, о чем говорю я, это никак с подобными теориями или любыми конспирологическими теориями никак не связано. То, о чем говорю я, это естественные вопросы, которые начинают задавать себе люди, просидевшие в карантине уже больше месяца. Потому что даже мы, оптимистично приняв начало всех этих действий и поняв, что да, возможно, карантин необходим и нужно поддержать наше правительство в мерах заботы о населении, сейчас, через месяц, мы начинаем задавать вопросы, наблюдая за ситуацией. Еще раз, я верю, что вирус существует. Я верю, что коронавирусов на Земле несколько сотен. Коронавирусы присутствовали здесь всегда. Но то, что сейчас развели вокруг этого COVID-19, все больше и больше начинает напоминать театр абсурда. Еще раз, никаких конспирологов, никаких заговоров, никаких цехов контор дьявола поедания плоти тварями или рептилоидами, ничего подобного мой канал не ретранслирует. Ну а конкретно о дебильнике, если вы еще сомневаетесь, как-нибудь в ближайшее время я выпущу отдельный ролик, где мы все дружно посмеемся над очередной порцией великоглупостей от Василия Варкентина. Людям о политике начать рассказывать. Как вы видите, там рубашка у него такая представительная, под которой предательски расположена футболка. Ну вот это... И коронавирус COVID-19. Кстати, обратите внимание, код 1-9, конечно же, даже вот здесь вот, код 1-9. Ну, это, думаю, всем понятно, кто мой канал смотрит, эти дьявольские цифры. Ну а центральную роль в расследовании всех этих постановок играет всего несколько людей. Там, горожанин и еще несколько человек, экспертов формы 9-1-1. И самое главное, идет война нелюдей с людьми. И люди отбиваются с огромными потерями. Видите, вот эти вот люди в респираторах, они умирают при жизни. Но мы, неся потери, и у меня нет ни жалости к этим людям. Это вообще говоря не люди, это твари. Но вы должны... Сегодня также мы, конечно же, увидим очевидные доказательства существования цеха. Именно те, кто надо мной смеются, рассказывая, что цеха не существует. Ну, либо полный придурок и кретин, не понимающий, что... Вот ситуация, когда больше ста стран замешано. Вы знаете, почему я про Котельникова много роликов снимаю? Мне не так трудно делать эти ролики. Ну, почему? Ну, потому что мне готовые материалы дают, я их вам показываю, комментирую. Ну, смысл какой? Вкалывают тело, вкалывают какой-то раствор телу. Он обездвиживается, снимается сценка. И все, все свободны. Немцова убили зверски возле Кремля. Ну, и вот вся вот эта постановка началась с убийства на мосту. А никто в итоге не погиб. А то, что доказательства горожанина убедительные, что тело мертвое, немцов из этой матрицы исчез. Своё мнение очень коротенькое. Я скажу, анальное отверстие, оно предназначено для того, чтобы какать. Не будем мыть руки по сто раз в день. Тем более, ни мылом, ни шампунями я уже ни первый год не пользуюсь. Как бы... Давайте не будем больше тратить времени на него, а послушаем интересную статью Алексея Рощина. Он задает очередной вопрос, можно сказать, вопрос в копилку моих предыдущих 12 вопросов. Как в прошлом пиарщик, я с большой долей подозрения отношусь к ежедневной публикации всех этих устрашающих цифровых сводок. Сколько людей заболело в Москве? Сколько в России? Сколько в мире? Да какая теперь экспонента? Да как теперь загибается график? Просто потому, что все это слишком уже похоже на сознательную манипуляцию общественным мнением. Вот здесь я сделаю еще раз дополнение. Понимаете, даже у людей, кто готовы были принять, как я, и условия карантина, и необходимые меры, которые сейчас, наблюдая за ситуацией почти через месяц, еще раз, это становится слишком похоже на сознательную манипуляцию. Вот важный акцент в этом предложении – это ровно то, о чем говорю я тоже. В самом деле, зачем обывателей заставлять в режиме нон-стоп следить за графиками заражения коронавирусом? Чтобы что? Что именно обыватель должен уяснить для себя на этих графиках? Он что, эпидемиолог? Статистик-любитель? Ведь скажем циничную правду. Сама по себе динамика распространения вируса короны, ровно как любого другого, большие части населения Земли совершенно до лампочки. Вирусов самых разнообразных в мире десятки тысяч. Болеют люди всегда и самыми разными болезнями. Что же за всем этим следить получается? У людей масса других, более захватывающих занятий. Естественно, что интересует любого в любой эпидемии – это динамика смертности. Много ли умирает? Вот, по сути, главный и единственный вопрос. Потому что болеть всякими вирусами, болячками народу не впервой. Его заботит одно – велик ли шанс не излечиться и сыграть в ящик? Казалось бы, именно на смертности и надо делать акцент в сообщениях для широкой публики. Но нет, ни хрена. У нас про смертность говорят в конце и с короговоркой, а весь упор делается именно на проведение тестов и количество зараженных коронавирусом. Причем последних часто называют сразу заболевшими. Хотя все уже знают, что заразившиеся и заболевшие – это далеко не одно и то же. Более того, чуть не 80% заразившихся в итоге так и не заболевают. Это теперь называется перенести болезнь бессимптомно. Вот так. И понятно, почему так мало упора на смертность. Эпидемия, в кавычках, бушует уже почти два месяца, а смертность все еще чуть больше ста человек. Это на всю страну. На сегодня – 148. Понятно, что такой цифрой даже самую впечатлительную бабушку не напугаешь. А напугать, видимо, надо. Другими словами, цель информационных сообщений с утра каждый божий день – никакое не информирование населения, как кто-то мог бы благостно подумать. Цель в этой истории – пропаганда. То есть формирование общественного мнения. Какого? Вот вопрос. Тоже очевидно, общественного мнения в поддержку карантина – всеобщего закрытия всего – чем безлюднее, тем лучше. Именно для этого в ход идут иные цифры по зараженным. Они, конечно, тоже мало впечатляют людей, хоть с каким-то матобразованием. Что это в самом деле? Один миллион тестов проведено в России, всего 15 тысяч из них положительных. Где же эпидемия, черт ее возьми? Но для публики, давно забывшей даже, как складываются простые дроби, сойдет. По крайней мере, есть волшебное слово – тысячи. Но вот тут наклевывается пикантный момент. Нагнетая проэкспоненциальный рост количества зараженных, пропагандисты московского карантина могут не заметить, что они уже топят по факту за полную неэффективность этого самого карантина, то есть всей этой «самоизоляции» в кавычках. Просто вспомним, на самом деле Москва ведь сидит на самоизоляции уже больше двух недель. Путин объявил нерабочую неделю, начиная с 28 марта, с субботы, потом продлил до конца апреля. Сегодня уже 13 апреля. И о чем нам сообщают сегодня? О беспрецедентном росте количества зараженных за сутки до 2500 человек. Как так? С 30 марта, с понедельника, две недели назад в Москве пошел уже самый такой натуральный карантин. В первую неделю на Новенького улицы везде реально вымерли. Количество пассажиров в транспорте, включая метро, упало до 80%. Какой же инкубационный период у вашего вируса? По уверениям, в среднем 5 дней, максимум 2 недели. Таким образом, поскольку двумя неделями ранее москвичи резко в пятеро сократили контакты между собой, именно с этого понедельника, по всем расчетам, кривая заражений должна была резко пойти вниз. Ну или, по крайней мере, хотя бы обозначить падение первой недели карантина. А что на деле? На деле кривая бодро скачет вверх, как будто никакого карантина с 30 марта вовсе и не было. Я невысокого мнения об убой насилии распиаренного вируса, залог моего оптимизма – кривая смертности. Но мне любопытно узнать, а как власти намерены реагировать на такой очередной провал самой идеи карантина. Вопрос такой. Если 30 марта Москва стала остановленной, контакты между людьми сократились в пятеро, прошли все инкубационные так называемые периоды и через 2 недели заражаемость только выросла в разы, то какой тогда смысл сидеть всем заперти? Если карантин просто не работает самым примитивным и наглым образом, через 2 недели наблюдается рост, а не спад, господа. Да, сейчас карантин типа усиливают, но уже ведь должно быть ясно, что это бессмысленно. Объективно рассуждая, все сливки в плане реального резкого сокращения контактов между жителями реально снимаются именно в первый момент объявления изоляции, когда отменяются все публичные мероприятия, закрывается весь общепит, все досуговые учреждения, весь народ зашугивает, и он с перепугу на первые 3-5 дней забивается в свои норы. Вот тогда мы и видим падение контактов в разы, а то и на порядок. То, что сейчас будет делать Собянин со своими QR-кодами, прочими извращениями, это уже в любом случае дожимание ситуации. Ясно, что у любого мегаполиса есть некая фоновая активность, которая всегда будет, хоть ты на уши встань. Условно говоря, примерно 20% от обычной мирной, такая, думается, и установилась стихийным образом где-то к прошлым выходным. Сейчас, если у Собянина и силовиков лопнут штаны от натуги, они, наверное, смогут ее уменьшить еще немного, ну, допустим, с 20% до 15%, но вряд ли больше. То есть визгу будет много, а толку чуть. Если при падении активности населения в пятеро заражение продолжало расти, с чего бы вдруг при спаде активности еще на 5% оно вдруг остановится? Каковы шансы? Может быть, пора бы уже властям смириться с неизбежным? Или они хотят непременно пройти весь путь по граблям до конца? Алексей Рощин. Ну, добавить здесь нечего. Грубо говоря, это еще один вопрос в копилку моих предыдущих вопросов, почему действительно длительное сидение карантина не привело к значительным изменениям в цифрах. И Соединенные Штаты, и Германия, и Франция, да и Италия, по-моему, говорят и продолжают говорить о количестве зараженных. Откуда появляются эти зараженные, если люди продолжают сидеть дома, непонятно. В общем, вся эта история с инкубационным периодом, с тестированием, с закрытием насильным образом людей по домам, если ничего не меняется, все более и более похожа на абсурд. Еще раз, господа, я не сомневаюсь в существовании вируса. В моей теории нет никаких мировых заговоров. В моей теории каждое правительство страны реагирует ситуационно силовики. В каждой стране отрабатывают сейчас механизмы, которые, возможно, они будут применять в будущем. Как я говорил в самом первом ролике, коронавирус как прелюдия. В наше время бессмысленно дорого применять какие-то другие формы войн между государствами, ну, так, как это было раньше. А вот применение разного рода химического, бактериологического и прочих оружий или использование таких вещей, как эпидемия в крупных экономических и финансовых войнах, вот это именно то, что мы наблюдаем. Но об этом подробнее в других роликах. Всего доброго, пока.